Моторы на запись! Моторы на запись! Если из них понравится вам больше остальных, смело заходите на сайт 1tv.ru и голосуйте. И тогда именно ваш любимец получит шанс поздравить россиян в новогоднюю ночь на Первом канале. Ну и как говорят герои нашего шоу, хочешь похудеть, уезжают бабушки. Поехали и мы, ведь впереди нас ждет первый участник, который, конечно же, лучше всех. Возможно, уже через 5 минут я буду лежать на сцене и молить о пощаде, потому что у нас в гостях самбист, боксер и просто самый сильный мальчик Санкт-Петербурга, Василий Серебряков! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А еще и можно выбирать. Ну, давай так. Сначала по самбо. Ну, больше 50. Больше 50 боев? Да. Потому что у меня соревнования каждую неделю. Так, а по боксу? По боксу, ну, где-то 25, может. А лет тебе? 8. 8 лет, 50 боев по самбо и 25 по боксу? А со скольких лет ты занимаешься? С 4. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что у меня папа боксом занимается. Папа забрал с детского садика и пошел на тренировку. Мне понравилось, и я тоже захотел. В самбо часто у спортсменов сломанные уши. Ну, это... А в боксе сломанные носы. А сломанные уши красивые-то, ты считаешь? Да. Вот такие, да? Вот так вот. Нет, они вот так вот будут. А, ты из-за этого занялся самбо, да? Да. Я сначала буду боксом в основном, и самбо буду заниматься. Пока не постарею. А потом еще сюда на старше всех приду. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько тебе будет лет, когда ты придешь на старше всех? Ну, может, 70. Мне будет 103. Я представляю себе этот диалог. Тебе 70, мне 103. А, скажи, пожалуйста. Ну, в принципе, небольшая разница. Я согласен, как и сейчас, в принципе. Скажи, пожалуйста, Вася, а что ты умеешь? Ну, так как я буду старый, а у тебя будут уши сломаны, поэтому слышать мы будем одинаково плохо. Да. Да, ты будешь говорить, ась! А потом мы вместе после старше всех придем на вечерний Ургант. Нет, потом мы придем на самый старший всех. А, самый старший всех. Ну, если будет такая программа, я приду. Конечно, ее будет вести Якубович. Слушай, Вася, ну, с чувством юмора у тебя тоже все в порядке. Да. Да, это точно. Расскажи, чем ты еще интересуешься, кроме спорта? Ну, ничем, кроме школы. Ну, а в школе ты хорошо занимаешься? Не особо, только если по физкультуре. Логично. А ты, смотри, как честно отвечаешь. А почему по поведению у меня тройка? Потому что я дерусь в школе. Ну, а что ж ты дерешься? Ну, потому что они лезут и сами получают свое. А кто лезет-то, учителя? Нет. Трудовик нарвался последний раз, да? Говорит, обточи заготовку, обточи. Ну, я ему и обточил. А родителей в школу вызывали? Нет. Это хорошо пока. А скоро вызовут. Хотя, с другой стороны, вот я вижу твоего папу в зале. Это не папа, это тренер. Папа в Санкт-Петербурге. А, да? Да. Сорян, бро. Это, оказывается, тренер. Да. Ну, хорошо, тогда представь, кто за тебя болеет в зале? Дядя Тодя, тетя Тамара, мама Оксана и тренер Женя. Очень приятно. Ну, давайте тогда с Евгения начнем. Евгений, расскажите, хорошо ли, что Вася иногда применяет полученные навыки в школе? Нет, конечно, я категорически просил этого, и вот на самом деле сам только услышал об этом. Ну, учителя молчат. Я думаю, что учителя пока не вызывают в школу никого, потому что тоже побаиваются. Расскажите немного о его спортивных успехах. Ну, спортивные пока еще рано говорить. Я по самбо три Олимпиады выиграл, потом по боксу на много турниров ездил. Там есть о чем говорить. Ну. Вася, скажи, а слово скромность ты знаешь вообще? Ну, Оксана, какие бы вы хотели качества видеть в своем сыне? Я бы в первую очередь хотела, чтобы он стал хорошим человеком. Выберет он стать спортсменом, педагогом, кем угодно. Может, я сначала бокс закончу, а потом пойду за место Максима Галкина лучше всех вести. Мне и по боксу будет много платить, и еще здесь будет платить. Скажи, Вась, а сколько должен получать ведущий лучше всех? Ну, я не знаю, может, миллион. Он же совсем не одного ребенка ведет программу. Как ты считаешь, вот сколько мне сейчас платят? Тебе? Ну, может, их пятьсот. Рублей, а не долларов. А Максиму Галкину надо платить миллионы и долларов. Слушай, а можно я с тобой по кабинетам буду ходить? Просто ты только эту фразу говори, но так же уверенно, и все. А я дальше буду молчать и как-то говорить, ну, устами младенца, знаете ли. Слушай. А вы можете сами потом прийти, ну, кто у вас там начальник, и сказать то, что Василий Серебряков сказал, что Максиму Галкину надо платить миллионы долларов. Ну, скажите то, что я боксер. Если кто-то не будет платить, то я с ним разберусь. Мы, честно говоря, перед программой спрашивали у наших зрителей, не хочет ли кто подраться с 8-летним Василием Серебряковым. Многие хотели, но когда тебя послушали, взяли самоотвод. Они решили, что жизнь дороже. Итак, давайте посмотрим на занятия Василия Серебрякова. 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 Я так и сказал. Серебрякова. Серебряков. А занятия в косвенном падеже Серебрякова. Я же не девочка. Это еще не все клубки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, круто! Вась, есть такое выражение. Рыбак рыбака видит издалека. Есть. Я тебе предлагаю конкурс. Смотри. Сейчас я тебе буду показывать фотографии разных людей, а ты попытаешься определить, спортсмен это или нет, и каким спортом он занимается. Хорошо? Да. Итак, наша рубрика. Борец или певец? Первая фотография. Ну, это это, как его там? Ну, короче, вид спорта вейды, как там, по-английски. Там они все, короче, делают. Ну, как? А, рестлинг ты имеешь в виду, да? Ну, да. Как ты думаешь, он многих побил? Ну, как его, с его волос, он похож на котлету. Какая котлета? Ну, котлеты, которые люди едят. Но у него волосы цветом такие же. Господи, а котлеты что, с волосами что-то? Нет, ну, они цветом же похожи. Действительно, это народный артист России Валерий Леонтьев. Это певец. Ну, я певцов не смотрю и всяких. Представляешь, теперь это будет знаменитый певец котлета. Да. Так, давай дальше. А вот это, борец или певец? Это. Смотри, какая бицуха. Да это, это, как они, бодибилдер. А может, это не бодибилдер, а бьюти-блогер? Нет. Человек со вкусом, посмотри. Купил себе майку под шторы. Сделал селфи. Это борец или певец? Это. Уши не сломаны, ничего не сломано. Это не борец. А нос? Нос сломан. Это боксер. Нос сломан, все-таки боксер. Итак, это знаменитый боксер из шоу «Голос» Леонид Агутин. Это певец. Так. Вот. Это боксер от Николая Валуев. Он же здесь был на передаче. Правильно, слушай. Абсолютно верно. Это, это, это. Ну, знаменитый борец. Александр Ка-ре-шков. Лин. Карелин. Да, Карелин. Ага. Он борец. Борец, правильно. Мне кажется, это боксер. Конечно. А, это певец, это певец. Певец. Ну, потому что певец пьет. А я не люблю пить. А поэтому человеку видно, что он пьет? Ну, сопоставимо. Слушай, это хорошая отмазка. Каждый раз, когда ты не знаешь, что ответить, ты говоришь, сопоставимо. Это продюсер. То есть, все-таки из шоу-бизнеса. Ну, будем считать певец. Да. Иосиф Пригожин. Это борец. Войный борец. Ага. Ну, это знаменитый Иван Поддубный. Итак, Василий, перед тем, как тебя наградить, покажи мне, как, значит, правильно в стойке стоять? Вот так. Еще надо на носочках прыгать. Ага. Так. А ударять как? Нет, вот это прямой, это два прямых, это один прямой, это тоже один, это боковые, это апперкоты, это свинг, ну и много других. Василий, я тебе обещаю, когда ты придешь ко мне на старше всех уже тогда, через 63 года, я все выучу. Медаль в студию! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я думаю, что у Василия есть все, чтобы стать настоящим суперспортсменом. И решительность, и мужественность, и, конечно же, воля к победе. Это пока тебе еще 8 лет сладости. Вот тебе такого пса. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий Серебряков из Санкт-Петербурга, боксер и самбист. Всего 8 лет, и такие успехи лучше всех! АПЛОДИСМЕНТЫ Все участники проекта получают рюкзачки со сладостями от кондитерской фабрики имени Крупской. А родителям достается неповторимый шоколад особый. Шоколад особый, особый вкус, особый стиль. АПЛОДИСМЕНТЫ Древние египтяне были ребята плоские, но оставили о себе огромный объем знаний. Все они хранятся в главе нашей следующей участницы. Знаток Египта Эмилия Калиганова. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Эмилия! Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Златокудрая, а одета как! Потрясающе! И сколько же тебе лет, Эмилия? Мне 7. Я учусь в первом классе в 639-й школе. Паспорт номер выдан. И как вот девочке, которая учится в 639-й школе, как ей пришло в голову увлечься... Это что сейчас было? Как пришло в голову увлечься древним Египтом? Я однажды просто пошла на экскурсию в Эрмитаж, и мы проходили мимо Египетского зала, и меня это все так заинтересовало. То есть, если бы вы проходили мимо Греческого зала, тебя бы заинтересовал Греческий зал? Нет. А кем ты станешь, когда вырастешь? Египтологом. Я хочу в лаборатории работать, искать ДНК в мумиях. Вот ты как египтолог, что посоветуешь брать с собой в загробный мир? Ноутбук, подушечку для сна, там... Суп быстрого приготовления. Ну, египтяне клали, да, какое-то количество еды в гробницу. Клали там кучу всяких там палеток с красками, потому что считалось у них, что черная краска оберегает от злых духов. Но в наше время уже ничего не надо брать с собой, они там все обустроили уже, да? А с кем ты приехала? Я приехала с мамой и бабушкой. Маму зовут Рината, а бабушку Марина. Здравствуйте, Рината и Марина. Добрый вечер. А вам хочется, чтобы Эмилия стала египтологом? Мне хочется, чтобы она стала человеком интересующимся, который может найти себе увлечение, которому интересно жить. Это самое главное. Здорово. Так, теперь пришло время к серьезной экспедиции. Ты готова отправиться на исследование пирамиды? Да. Да? Да. Хорошо. Пойдем. Посмотри, Эмилия, мы устроили раскопки в студии лучше всех и откопали вот такую пирамиду. А? Как тебе? Хорошо. Пусть эта пирамида и маленькая, но очень красивая. Ну да. Расшифруй, пожалуйста, что же здесь изображено. На самом верху изображен жук-скоробей. Жук-скоробей считался символом Древнего Египта, потому что он перед собой катал навозный шарик ровно месяц. И египтянам это напоминало движение солнца по небу. Что это за иероглифы такие? Я могу это расшифровать. Ты можешь это расшифровать? Давай. На самом верху, на самой маленькой верхней картинке написано Тутмос. Откуда ты это знаешь? А вот, секретик. После Тутмоса написано Хачепсут, потом Эхнатон, Тутанхамон, Сети и Рамзес. То есть это все имена фараонов? Да. А что вот это за древнеегипетская маршрутка нарисована? Это не маршрутка. Это египтяне верили, что душа умершего больший путь в загробном мире проводит в ладье. А, понятно. А вот тут вот наверху, где вот такие вот столбики, это два звука, тоже иероглифы, и там у Шепти. Два звука у Шепти, два звука и здесь так. Объяснила. А вот это, это... Это Рамзес второй в боевой колеснице в сражении с кубандами. Кубанды вторглись в Египет и в Средней Азии. Они хотели захватить Египет, потому что им было негде жить, и сделать свои страны. Как это кубандам негде жить? А Краснодарский край? Не знаю, где живут кубанды, но точно им было негде жить. Ну что же, с этой стороной таинственной пирамиды мы разобрались. Пирамида, покажи нам другую свою сторону. Как это? Я тебе говорил, это очень таинственная пирамида. Давай теперь снизу пойдем. Вот это, что это за банки какие-то? Вот это не банки. При мумификации органы человека складывались в эти сосуды канопы. В этом вот канопе здесь изображена голова бога Домутефа. Он охранял желудок. Печень помещали в сосуд бога Имсета. Легкие находились в сосуде бога Хаппи с головой Бабуина. А Кебер Синуэв был защитником кишечника. Мать чистая. А там вот что? Вот это? Да, что это такое? Это процесс взвешивания сердца в зале двух истин. Вот это вот Анубис, бог мертвый, взвешивает сердце. Если сердце перевешивает перо справедливости богини Маат. Ага, это богиня Маат, да? Да, богиня справедливости и законных миропорядков. Ну, как вы слышали, она создала все три времени года и дала им названия. Три? Три. А как же лето? И там не такие названия были. Время всхода, время урожая и время разлива. У нас наступает время разлива, 31 декабря. Интересно, что это за время разлива? Объясните. Вырастешь, узнаешь. Так, ну давай дальше, это интересно. Итак, пирамида, покажи нам другую свою сторону. Третью уже. Третью. Подождите. Все, начинаем сверху, снизу. Давай как хочешь. Это Бюст Нефертити. Да. Он хранится в музее... В Лондоне? Нет. Не угадал? Поле чудес? Нет. В политехническом? Нет. Ну, рано говори, где, в Лувре? Нет. Да что ж, я никак не... А, в Каире, наверное. Нет. Ну, а где? В Берлинском музее. Да что ж, я... Почему она прославилась? Потому что она была очень красивой, а красота была в то время подарком богов. Нефертити была женой Эхнатона, и ее сын был Тутанхамон. И еще у них был внук-смартфон. Смартфон седьмой. Страм... Страм... Смотри, а у тебя с современными словами похуже, чем с древнеегипетскими. Смартфон. Смартфон, в кавычках. В кавычках, да. Вон там под бюстом Нефертити изображены два бога, Тодд и Анубис. Анубис считался богом мертвых, а Тодд был богом луны и мудрости. И что это за глаз такой? Это глаз древнеегипетский? Нет. А что это? Это глаз бога Гора. Бог Гор был сыном Асириса. При сражении из-за власть Сет выдернул у него глаз. А это я помню. 14 частей и разбросал по всему Египту. Но на помощь Гору пришел Анубис, нашел все части глаза, срастил и отдал юноше новый глаз. Но Гор пошел к усыпальнице своего отца Асириса, дал проглотить ему этот глаз и Асирис воскрес. Это ужасно. Мне кажется, у нас в Академии наук столько не знают про древнюю Египет. Это что, ты все из книг сама вычитала, что ли? Нет, я просто интересуюсь сама. Нет, ну мало ли кто чем интересуется. В 7 лет столько знать про древнюю Египет. Я вообще в шоке. А вот это что за разборка под крокодилом? Что вот это происходит? Это фиванская триада. Боги-покровители Фив. Хонсу? Мальчик с побритой головой и сбоку локоном юности, символом несовершеннолетия. А тон и... И мут. А ты сейчас просто придумала. Нет. Это я не придумала. Ты пользуешься тем, что мы не можем проверить. Нет, я не придумала. Я не придумала. И какой-то мут. Я не придумала. Это правда. Это правда. Хорошо. Давайте поаплодируем Эмилии. Ой. Что-то такое. Ой. Как это? Ой. А-а-а! Убегаешь? Побежали. Призы. А-а-а! 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 Для лучшего знатока Египта Эмилии Калигановой! Спасибо большое! Спасибо, дорогая мумия! Рюкзачок со сладостями? Ой, это мумия Нефертити! А это Нефертити, да? Да, а это Эхнатон! Ага, это Эхнатон, по видимости. Видишь, ты даже их в бинтах замотанных узнаешь. И собачка. Давай, надевай. О, какие оказались добрые мумии! Ты на них наглядишься еще за кулисами, а они к вам домой поедут жить. Нет! Ну а где им теперь жить? Ты их потревожила, все разгадала. В 7 лет знать столько и без запинки рассказывать. Потрясающе! Эмилия Калиганова! Лучше всех! С мумией проводите! Про звезды и галактики он знает абсолютно все. А сегодня и сам станет настоящей звездой. Ведь он астрономический знаток вопросов планетарного масштаба. И это Максим Козынкин! АПЛОДИСМЕНТЫ Надоело быть маленькими-меленькими! Надоело быть маленькими-меленькими! Надоело быть маленькими-меленькими! Надоело быть маленькими-меленькими! Привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе сколько лет? Пять. И ты интересуешься чем? Космосом. Как ты думаешь, инопланетяне существуют? Нет, только в другой галактике. Как ты считаешь, Максим, а когда они к нам прилетят? Никогда не прилетят. Почему? Потому что все люди должны на своей планете жить. Ну а вдруг все-таки прилетят? Нет, не прилетят. Ну а вдруг прилетят? Ну представь себе, вот прилетели инопланетяне. Они вообще как выглядят, инопланетяне? Сушеньками такими, которые вверх. Вверх, да? Да. Вот так, да? Нет, вот так вот. А, а я уже думал, как Вилли Токарев. А, то есть с антенками, да, вот такими? Да. Так. А какого цвета они? Черного. А глаза есть у инопланетян? Конечно, есть. Сколько? Три или две. Представь себе, прилетел этот инопланетяне, черный с усиками. Здравствуйте, Максим. Мы с планеты, как моя планета называется? Не знаю. Я инопланетянин, черноуз, с планеты не знаю. Я прилетел разместиться на вашем диване у тебя в квартире в Чебоксарах. Нормально разговаривай. А, у вас так обычно в Чебоксарах пришельцам говорят, да? Нормально разговаривай. Подутомил я тебя, да? Да. Это чувствуется. А сам бы ты хотел в космос полететь? Нет. Когда большой стану, когда я полечу. Не, ну поэтому не сейчас. То есть ты будешь в будущем что, космонавтом? Да. И на какую планету ты полетишь? На Марс. Хочу посмотреть на Юпитер. Ага, Марс и Юпитер, да, первые твои цели, да? Да, на Юпитер издалека посмотрю. Почему издалека? Потому что у него очень сильно протяжение. Там молнии и ураганы. А, я не знал. Ты просто в Петербурге не был. Там все время так. Нет. Максим, с кем ты приехал? Кто тебя поддерживает сегодня в зале? Папа Сергея, мама Катя. Здравствуйте, Катя и Сергей. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Ну, расскажите, как возникло увлечение космосом у Максима? Ну, Максим посмотрел мультфильм про планету. Ему очень понравилось. Он часто просил включать этот мультфильм. Потом мы уже поддержали его интерес. Покупали книги, карту купили. А теперь он у нас сам находит в интернете научно-познавательные фильмы и уже смотрит взрослые достаточно фильмы. Здорово. Максим, ты нам сегодня покажешь свое знание планеты космоса? Да. Мы с Максимом Козынкиным отправляемся в межгалактическое путешествие. Пойдем. Ну что ж, дорогой Максим, готов? Готов. Полетели. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это да! Как высоко! Мы сейчас летим среди планет, видимо, Солнечной системы, да? Да. Давай сначала определим, где Земля. Вон. Расскажи, а что ты знаешь о нашей Земле, матушке? На ней есть трава, материки, городы, океаны. Судя по всему, у тебя старославянский учебник по астрономии. Что есть на нашей Земле? Города, океаны. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это за планета такая? Это планета Юпитер. Газовый гигант. Вот это вот здоровое, оранжевое, это что это за планета? Это Венера. А у Венеры есть спутники? Нету. Очень давно у Меркурия считался Венером. Подожди, подожди. А, Меркурий считался спутником Венеры? Да. Ну, расскажи. Ну, Солнце его захватило от Венеры. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, пожалуйста, а вот там вот с кольцами какими-то, это кто? Сатурн. А у Сатурна есть спутники? Есть. Какие? Энсуат, Трофеяпис, Мимос, Идеон, Титан, Кипирон, Феба, Эплимитэй и Янус. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, Павел, Максим, а сколько всего спутников у Сатурна? 62. Здорово, Максим. Вот ты столько знаешь про планеты. Я в твоем возрасте про планеты столько не знал вообще. А скажи, Максим, что вот это за сфера такая? Уран. Я знаю, что на нем сильные ветра, сильнее, чем на Юпитере и на Сатурне. А спутники у него есть? Есть. 27. Миранда, Ореэль, Умбрилей, Оберон, Титания, Жюллетта и Пердита. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно, Жюллетта, но Пердита, это правда такой спутник есть? Да. Я бы некоторых ссылал на этот спутник. АПЛОДИСМЕНТЫ Максим, а вот там вот, недалеко от Сатурна, вот что это висит? Это кто? Плутон. Самая дальняя планета. А какой тип планеты Плутон? Это тоже газовый гигант? Нет, это карликовая планета. А есть еще какие-то карликовые планеты? Да. Маки-маки и Церере, Хоуме и Ирида. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня не покидает ощущение, Максим, что ты издеваешься над взрослым дядей. Планета Маки-маки. Такая планета есть, да? Да. По-моему, это суши какие-то, Маки-маки. Расскажи тогда мне про Меркурий, расскажи. Меркурий самая быстрая планета, потому что он очень близко к Солнцу. А, и он быстро вращается вокруг Солнца, да? Да. И еще у нас осталась планета Марс. На Марсе есть глубокие впадины. Ага, а там и горы высокие есть? Да, самая высокая гора на Марсе – Олимп. А она даже выше Эвереста? Да. А скажи, а почему Марс красный? Он покрыт ржавчиной. Ржавчиной? Да. А почистить можно Марс от ржавчины? Нет. А ты мне не рассказал, какие спутники у Марса? Фобус Деймос. Ты меня сейчас загрузил по полной, Максим. Мы с Максимом Козынкиным облетели на облаках всю Солнечную систему и возвращаемся на родную землю. Полетели. Ну что ж, дорогие друзья, замечательный Максим Козынкин из города Чебоксары. Знаток астрономии в свои пять лет. Это ли не достойно медали нашего проекта? Медаль в студию. Итак, медаль. Шоу «Лучше всех» Максиму Козынкину. Максим, дорогой, вот тебе рюкзачок со сладостями. И вот тебе такого пса. Держи. Максим Козынкин «Лучше всех»! Это шоу «Лучше всех» на Первом канале. Самого талантливого ребёнка страны выбираете вы. Голосуйте на сайте 1tv.ru. И именно ваш фаворит в новогоднюю ночь обратится ко всем россиянам. В её арсенале тысячи стилей, миллион движений и бесконечный энтузиазм. Герцогиня Контемпа, графиня Вога, баронесса Модерна. Всё это Ева Уварова! АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю! Здравствуйте, Максим Александрович! Здравствуйте, Ева! Ева, ну мы можем быть на «ты»? Ну, как вы скажете, я люблю со взрослыми на «вы» разговаривать. А я люблю с детьми на «ты»! Ну да. Обычно приходят малыши, но ты же уже не малыш явно, да? Сколько тебе лет? Мне 13 лет. Я такой, я взрослый человек в маленьком теле. Так. Ева, и ты занимаешься танцами, да? Да, я занимаюсь танцами недолго, но профессионально. Так как я ещё занимаюсь художественной гимнастикой, я не думала, что буду заниматься профессиональным танцем. А художественной гимнастикой ты с какого возраста занимаешься? С трёх. С трёх лет? Да, мастера пока не получила. Но, видимо, гимнастика в какой-то момент поднадоела, да? Ну, не знаю, мне кажется, просто танцы пошли лучше. Но гимнастикой я продолжаю заниматься. Я хочу довести вот до мастера спорта свой уровень. А сколько ты тратишь времени в неделю на занятия? А гимнастика получается шесть раз в неделю, по четыре часа, по три, и танцы по два, по три после гимнастики. Шесть раз в неделю? Да. Подожди, у меня что-то не сходится цифрой. То есть практически каждый день, ну, кроме воскресенья, допустим, да? В воскресенье я хожу на акробатику. А учёбу ты отложила на пенсионный возраст? Нет, учёбу я очень люблю. Обожаю историю и русский язык. Это мои самые любимые предметы. Ты ходишь в школу. Да. Потом четыре часа на гимнастике. Да. И два часа на танцах. Ну, два-три, да. А как ты успеваешь всё? Я очень люблю, когда всё организовано. Когда всё прям до тошноты рассчитано. А скажи, когда до тошноты рассчитано, кого тошнит-то? Я с мамой совершенно разные люди. Мама любит какое-то неожиданное, такое спонтанное решение. Я люблю, когда всё чётко, по графику. И мама говорит, опять твоё занудство началось. Кто за тебя сегодня болит в студии? Я сегодня пришла с мамой. Ага. Маму Оля зовут. Да, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ева сказала, что иногда вас раздражает её такая вот дисциплинированность и распланированность жизни. Это так? Да, это правда. Ну, у Евы перебор. Понятно. Вы как-то боретесь с этим перебором? Да, иду в другую сторону. Когда надо завернуть направо, я налево. Скажи, а вот как знакомиться с парнями, если такой характер? Это пока не ко мне, я пока не думаю о мальчиках. Вообще? Нет. Ну, ты красивая девочка, ты танцуешь. Спасибо, приятно. Да, но у тебя есть, наверное, какие-то поклонники? Ну, да, есть, наверное, фанаты. Ну, у меня просто в Инстаграме много подписчиков. Так. У меня ещё есть видео про то, как я пресс накачала. О! У тебя прям кубики. Да, и не нарисованные. Ева, а какими именно танцевальными направлениями ты увлекаешься? Мне больше всего нравятся контемпорари, хип-хоп и вог. Вог. Это то, что пошло вот от этого знаменитого клипа Мадонны, да? Вог. Да, волк это мода. То есть это сочетание подиума и танца, да? Это позы, да, то есть подиумная походка и позировки. Хотите, я вам покажу? Да, конечно, хочу. Можно? Прямо здесь, да? Покажи. Давайте, да. Так. Вот это подиум. Ева, ну это очень круто! Супер! Спасибо большое! Потрясающе! Слушай, какие отточенные движения. Это же, наверное, долго... Ну это была импровизация. Да ладно! Да, это была импровизация. То есть ты на ходу вот так вот придумываешь, что дальше? Ну да, то есть я на базе основываю свою импровизацию. Это очень круто! Ты настоящая артистка, Ева, молодец! Да, спасибо большое! Ты же нам сегодня еще что-то покажешь, да? Да. А что ты будешь танцевать в своем номере? Будет противоположность тому, что только сейчас я импровизировала, я буду танцевать в контемпорари. Он будет как называться? Нет. Просто будет очень красивый. Очень красиво. Вместе с Евой Уваровой. Прошу на сцену. Вместе с Евой Уваровой. 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 Спасибо большое за то, что ты сегодня нам показала это потрясающее выступление, достойное взрослого артиста-танцовщика, танцовщицы. Фантастика. Медаль в студию. Медаль в студию. Медаль в студию. Медаль в студию. Вместе с Евой Уваровой. Медаль в студию. То, от чего вы с криком запрыгиваете на шкаф, для него увлекательное хобби. Коллекционер коконов и личинок. Любитель жуков и стрекоз. Маленький энтомолог Андрей Кобелев. Надоело быть маленькими, миленькими. Привет, Андрей. Здравствуйте. Привет. Это ты меня пришел ловить, да? Наверное. Это твой главный инструмент, как энтомолога, да? Ага. Андрюш, а ты откуда к нам приехал? Из Гуревска. Хороший. Из Калининградской области. Андрюш, ну ты можешь положить туда сачок и ссать поближе ко мне. Не все наши зрители, особенно, ну, самые маленькие, сразу поняли, о чем идет речь. Кто такой энтомолог? Расскажи ты. Это человек, который изучает насекомых. А почему именно насекомыми ты заинтересовался? Мне было еще два годика, мама такая, вот муху берет так, и, ну, как бы муха летает, и прихлопываю. Я такой, вааа. И мама так показывает. Оказывает, да вот она живая, но я все равно верил-то, мертвая же. Какая жуть у вас происходила-то дома. А энтомологи вообще же изучают живых насекомых? Ну... Или разных? Я изучаю всяких. Мне не важно, живое насекомое, мертвое. Надо изучить, да? Ну, да. Правильно. Главное, что насекомые живы. Конечно. А скажи, как к твоему увлечению относятся родители? Им нравится, что ты собираешь насекомых? Ну, иногда нравится. Маме нравится больше бабочки. А давай мы тебя сейчас порадуем. Закроем сейчас глаза. Открывай. Вот твой новый друг. Энтомолог. Давай посадим тебе на плечо. Ой, давай. Как ты думаешь, может бабочка жить у тебя на плече? Ты же все-таки, она почувствует, что ты энтомолог. О! Что тебе можно доверять. Ты не знаешь, как она называется? Знаю, но не помню. Я так тоже всегда говорю. Учил, но забыл. Допрашивали, не сказал. А у тебя есть какая-нибудь подруга? Да, есть. Как ее зовут? Вероника. Ей нравится то, что ты собираешь насекомых? Ну да, только она не увлекается насекомыми. Она вот этими всякими ящерицами, лягушками там увлекается. А, так у вас союз по интересам просто. Твоя коллекция кормит ее коллекцию. Да нет. Нет? Я хочу теперь посмотреть на этих невероятно терпеливых, мужественных людей, которые живут в окружении сушеных стрекоз, пауков. Кто с тобой приехал сегодня? Мама и папа. Как их зовут? Оксана и Егор. Смотри, вполне человеческие имена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, Егор, скажите, коллекция-то большая у Андрея? Ну, довольно большая, да. Вам это не мешает жить в квартире? Да нет, в принципе. Мы одобряем его эти увлечения. А вы сами кто по профессии? Автомеханик. А вам не хотелось бы, чтобы сын автомобилями занялся? Ну, он автомобилями тоже интересуется. Он туда подкладывает жуков. Слушай, Андрюш, кем ты станешь, когда вырастешь? Энтомолог. То есть, все, решил, да? Ну да, уже решил. Чего уж теперь меня... Как энтомологи деньги зарабатывают? Изучаешь насекомых. И за это платят деньги, да? Ну да, чуть-чуть там. То есть, ты уже знаешь, что за это платят чуть-чуть, да? Ну да. Как у мамы на работе, наверное, столько же платят. А мама где работает? Ну, экологом, по-моему. Экологом? Да. А, экологом, да? Я работаю химиком и по специальности эколог. Работаю в лаборатории. Ну, вот папе много. Понятно, если он автомеханик, это специально... Нужное всегда. Пойдем, Андрей, покажем, насколько хорошо ты знаешь насекомых. Готов? Пойдем. Прямо сейчас Андрей Кобелев сыграет против нашего суперкомпьютера. Привет, человечек. Я суперкомпьютер Макс 3000. То есть, я в 3000 раз умнее Макса. Я знаю всех насекомых на земле. Сыграешь со мной в игру? Кто больше назовет насекомых, тот и выиграл. Ты готов? Да. Тогда начинай. А. Хорошая попытка. Но хотелось бы услышать название целиком. Аполлон. А Аполлон это кто? Не знаю, бабочка. Семейство парусники. Абсолютно верно. Аполлон значит мне на Н. Навозник веселый. Нам, наверное, все-таки не на И краткое. На К. На К. На последнюю букву название первого слова. Казарка. А что такое казарка? Казарка хороший вариант. Да подожди, я не тебя спрашиваю. Казарка это такое назякомое. Это вредитель. А, да? Отряд долгоносики. А кому он вредит? Чаще всего капусте. А. Мет на А. А у меня победительница. А Фоди тонко руки. Это младший брат Дмитрия Долгорукова, да? Нет. Основатель химок. А Фоди тонко руки. Это такой жук. Не знаю, почему его тонко руки назвали, но у него передние голени тонкие такие. А, а у жука есть голени? Ну да, такие лапки, вот чтобы так, когда он ползет такой цик-цик-цик-цик-лятся так. В любом случае нашему суперкомпьютеру. Спасибо. На И. На И. Иванов червячок. Иванов червячок. Правильный ответ. Да? А есть такой Иванов червячок? Да, есть. Или это просто он своего одноклассника оскорбил? Да нет. Иванов червячок, это такой червячок, можно сказать. И правда, только самец летает, а самка нет. Она только ходить вот умеет. Ну и у нее попа светло светится. То есть самка... А у самца тускло светится попа. О, продуло уже попку. Тебе на К. На К. Колопус пинчато усы. Вот, прекрасно. Колопус пинчато усы. Это что такое? Такой жук. Это не он в поле чудес ведет? Нет. Нет? У него усы как пила. Колопус. Мне на С. Саприм зеленоватый. Саприм зеленоватый, это когда насморк. Долго уже... Хорошо, тебе на Н. На земник оседланный. Ты сейчас сам придумал? Нет. Нет? Такое бывает. Мой вариант. Процессор старый, понимаешь? Занержанный. Колистус лунный. Давай, на С. Скоробей наводник. Молодец. Насекомых на И краткое практически нет. А Ёшкин кот? Это кот. А он на Ё, да. Итак, на Е, Ежемуха, моя любимая насекомая. Это что за Ежемуха? Есть такая? Ещё не Ёш, но уже не муха. Ну давай, Ежемуха, на А. Адмирал тогда он. О, правильно, Адмирал. Бабочка, знаменитая. Мне на Л. Да, давай. Лупоед, лесной, кедровый. На Д. Динаида Монар. Агабус двухточечный. Агабус двухточечный. Давай на С. Скакун лесной. Скакун лесной. Мой вариант. Нарывник жёлтый. Нарывник жёлтый. Тебе на К. А может какой-нибудь караед есть? Нет, не бывает. Караед с синепопой, ну как? Хотите, я вам подскажу. На К существует прекрасное насекомое, которое водится на Дальнем Востоке. Мы таких не учили. Вот тебе картинка. О, кобылка бескрыльная Дальнем Востоке. А говоришь, не учили. О! Мне на А. Мне на А. Зафиксирован сбой. Зафиксирован сбой. Как обидно. Мои знания исчерпаны. Я первый раз проиграл. Какой конкурс. Ура! Ура! Молодец! Ты самый умный мальчик на земле. По моим подсчётам, ты должен получить медаль шоу «Лучше всех». Через пять, четыре, три, два, один. Медаль в студию. Это медаль. Это рюкзачок. И вот тебе ещё такого друга. Это, конечно, не насекомое, но тем не менее. Андрей Кобелев «Лучше всех»! Пошёл. С первых дней кашля «Гербион» готов прийти на помощь маме. А для хорошего настроения и вдохновения участников, спонсор программы дарят билеты на 3D-выставку и игрушки. У этой обычной девочки очень необычное хобби. Она увлекается суккулентами. Согласитесь, звучит круто. Знать бы ещё, что это такое. А она нам сейчас сама обо всём этом расскажет. Встречайте, Полина Польская! Прошу, Полиночка. Привет! Здравствуйте! Ну ты красотка, а! Спасибо! А косы-то у тебя какие! Спасибо! Я хотел сегодня такие же себе сделать, но мне сказали, не пойдёт мне. Откуда ты приехала к нам? Я приехала из города Белгорода. Скажи, Полин, тебе сколько лет? Восемь. Как жизнь складывается у восьмилетней девочки? Ну, нормально. Ты довольна жизнью? Вот вообще скажи. Да. Чего не хватает? Мне не хватает младшей сестры. Это не мне намёк, я думаю... А ты сейчас одна в семье или есть ещё кто-то? Нет, есть младший брат. Он тебя не очень устраивает, да? Ну, он хорошенький, но я бы хотела сестричку. А сколько лет брату? Четыре месяца. Это он? Выглядит на год вообще. А как родителей зовут? Познакомимся давай. Папа Дима, мама Алина и тётя Нина. Алина, Дима, Нина, здравствуйте. Алин, ну что, будет дочка у нас ещё? Ну, как Бог даст. Мы бы хотели. Дима-то доволен Мишей, я думаю. Конечно. Да. А Полина у нас спортсмен, занимается спортивными танцами. Поэтому. О! Ну-ка, расскажи, Полин. Я занимаюсь спортивно-современными танцами, эстрадные танцы с акробатическими элементами. Ого! Полин, давай обратимся к твоему увлечению. Скажи, что такое суккуленты? Суккуленты, что такое? В переводе с латинского языка слово «сукус» обозначает слово «сок», то есть та жидкость, которую накапливает в своих листьях суккуленты. Ну, вот, допустим, возьмём алоэ. Тего можно 7 лет не поливать, а оно будет расти, будут детки у неё, ну... А ты сейчас к кандидатской готовишься? Нет. А почему именно суккуленты-то? Не знаю, просто вообще они красивые. Начала ими заниматься моя мама. И мне тоже они понравились. Я тоже захотела их там посадить, изучить. И сколько у тебя этих суккулентов уже? Более 80 видов. О-о-о-о. А где-то ты живёшь в квартире? Нет, в доме. А-а-а. И они там все помещаются, да? Да. Им нужно два условия. Это редкий полив один раз в 2-3 недели. И много света. А когда ты вот вырастешь, ты тоже будешь заниматься суккулентами? Вообще я планирую стать химиком. И Миша тоже. Полин, а вот химики, они чем занимаются? Ну, ты выучишься на химиках. Они химичат. Ну, а что ты будешь химичить, я имею в виду? Я буду химичить с тетраборатом натрием. Это жидкость такая. И я делаю из неё всяких лизунов. Каких лизунов? Лизуны это по-другому антистресс. Их жамкаешь, 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 жамкаешь. И стресс проходит. Сколько нового я узнаю от тебя сегодня. Давайте сейчас посмотрим на твои экспонаты. Давайте. Мы отправляемся на выставку работ с Полиной Польской. Полина, я вижу такую красоту. Ты высаживаешь такие композиции целые, да? Ну вот страус это, наверное, Австралия какая-нибудь? Ну, Африка может быть какая-нибудь. Африка, да. А вот динозавр, да? Может быть время... Прошлое время как-нибудь. Слушай, ну очень красиво. А что-то более сложное можно собрать из этих суккулентов? Можно собрать ваш портрет. Мне кажется, тебе нужна помощница. Тебе с радостью поможет очаровательная, женственная, красавица, автор потрясающей музыки, «А как поет» Ирина Дубцова. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет, Дырочка. Привет, дорогая. Я не могла прийти к тебе без подарка. Тем более, когда мне рассказали, какое у тебя потрясающее хобби. Ну что там, что там? А то получается, что популярная Ира Дубцова нам подарила коробку. Я хочу в твою жизнь, подожди. Мне же интересно. Мне же интересно. Добавить света. Так. Ведь свет так важен для твоих друзей. О-о-о-о. Смотри. Спасибо. Это светильник настоящий. Это лампа в виде суккулента. Да. Лампа в виде суккулента. Итак, дорогие друзья, сейчас Полина Польская и Ирина Дубцова, кстати, хорошо для эстрадного дуэта звучит красиво. Мы готовы. Соберут мой портрет из суккулентов. Ну, давай, Полин, руководи процессом. Давай, расскажи мне, что нужно делать. Так, давайте сначала выложим волосы из пеппероми гравиоленс и из красула маргинальс. Как раз коричневые такие волосы с зеленым отливом. Это слегка. Давайте. Так, волосы есть. Теперь сделаем нос. Нос из чего? Да внимательно посмотрим на нос. Из пахифитума яйценосного. Чего? Пахифитум яйценосный. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Это такой большой нос у Максима? Нет. Это просто похихитум такой. Так. Рот. Теперь сделаем... Это самое важное. Это можно сделать из гроздьев рябины. Мой рот? Конечно. М-м-м. Давай я тебе буду помогать. Рябиновые рты. Как во сне. АПЛОДИСМЕНТЫ Сделаем контур. Без разницы какие растения. А каких больше? Маленькие. Маленькими вот такими вот. Мне нравится как вы быстро скооперировались, девушки. Вы уже понимаете, что это контур. Я вообще ничего не понимаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Максим, тебе впалые скулы сделать? Впалые, пожалуйста. Или щечки немножко? Не надо, не надо. Вот я сейчас впалые тебе. О, смотри. Уважаемые поклонники Ирины Дубцовой. Видите, как ей нравятся все эти кактусы, алоэ и другие невлаголюбивые растения. Забудьте про эти шикарные букеты из Торос. Дарите Ире суккуленты. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я за. Напомни, пожалуйста, Полин, как называются вот эти растения, из которых сейчас контур моего лица? Пахихи. Это все разные они. Это Гастерия Маленькая Бородавка. Это у тебя подбородка, бородавка, Максим. Кошмар, так. Это Эхиверия Хармса. Так, еще что тут есть? Это Эхиверия Щетинистая. Тут у тебя щетина и есть бородавка. Это Эхиверия Женчирная Нюрнберга. Это Эхиверия Папузора. Можно вам закрасить лицо. Давай, закрась мне лицо чем? С зелеными, седумами и... Как есть? Ну, с зелеными суккулентами, кратко говоря. А, без разницы, какое у меня будет лицо, главное, чтобы было зеленое. Ну, давайте, дерзайте. Так. Ну, что ж, красиво, да? Очень красиво. Мне вот эти больше всего нравятся. Вот это как называется? Это седум буррито. Ты никогда с буррито не пела на сцене? Пела. Вот. Надо было позвать его. У него, кстати, притчессон модный, вот ему надо такое было бы сделать. А брови будут? Сейчас сделаем. Вот из этих. Вот, смотри, брови пошли. Ага. И осталось последнее такое. Стрих. Так, мы вам сделаем уши. А, все-таки, решилась, да? Это называется галанхоя тирсифлора, но я его называю ушки слоника, потому что, посмотрите, лист, форма листа похожа на уши слона. А скажи, Полиночка, а вот справа камни какие-то цветные, они нам понадобятся для чего-то? Конечно, это стразы, Максим. А, я думал, это из почек у меня. А что это у меня в глазах рябит? Красивые глаза. В крапинку. А, в крапинку? Такие есть, вот я вблизи смотрю. Да? Да. Ну, красавец, слушай. И уши слоника чуть-чуть вот так надо. А, вот так, да? Да, вот так делаем. Так, хорошо. Оттопыренные слегка. Ну что, мне кажется, я удался. Молодцы. До пять. Мне понравилось. Оп. Я свежий. Не жухлый. Вот. Мало пью. Сука, Лена. Медаль в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ир, тебе огромное спасибо за участие в нашей программе. Тебе цветы. Полин. Рюкзак со сладостями. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот этого пса держи. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, это были Ирина Дубцова и Полина Польская, которая, конечно же, лучше всех. Прошу. Лучше всех. Я напоминаю, что самого классного ребенка страны выбирает вся Россия. Голосуйте на сайте Первого канала 1tv.ru и обсуждайте наших малышей в группе ВКонтакте. АЛЮР ВАЛЬТРАП и Джигитовка. Для него это не просто слова из кроссворда. Приехал верхом в нашу студию самый маленький наездник Илья Сенцов. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Илья. Привет. Садись на диван. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько же тебе лет? Мне пять с половиной. Ну, пять с половиной. А много у тебя друзей, которые тоже занимаются на лошадях? Ну... Или ты один такой уникальный? Я один такой уникальный. Есть, конечно, одна там подружка в саду. Так. Яся. Яся, ну. Это занимается лошадьми. Тоже. Тоже, да? А она тебе нравится, Яся? Ну да. У тебя какие-то есть планы на Ясю? Пока еще нету. А она твоя ровесница или старше? Тоже пять лет. Или даже меньше, я там не уточнял. Не надо уточнять. Они этого не любят. Расскажи, Илья, давно ли ты занимаешься верховой ездой? В пани-клубе берут, конечно, с трех лет детей кататься на лошадях. Но мы соврали чуть-чуть с мамой, что мне три года, потому что я очень хотел кататься на лошадях. А тебе было сколько? Мне тогда два было. С двух лет с половиной начал кататься. Фантастика. Скажи, Илья, а что самое сложное в верховой езде? Ну, там, на галопе, например, надо держаться там и руками, и ногами, чтобы не слететь. А ты слетал когда-нибудь? Ну, на Рыске один раз слетел. Больно было? Угу. Что, плакал? Нет. А что нужно кричать, когда падаешь с лошади? Спасите! Помогите! Илья, мы сейчас можем посмотреть, как ты занимаешься с пони, как катаешься. У нас есть видеоролик. Давай сейчас покажем нашим зрителям твое мастерство. Давай? Ну, давай. Давай, вот посмотрим. Ох, как ты лихо-то. О! Ничего себе. Рыль. Это вот этот здоровый? Ты говорил маленький? Вот это бонд. А, вот это бонд. Ага. На бонде сейчас. Ну, так ты еще и гимнаст, что ли? Ну, раньше ходил на охлопатику. Как ты не боишься, да? Вон, на голове без одной руки. Вау! Здорово! Слушай, а что ты еще делаешь, кроме того, что вот на лошадях занимаешься? Ну, там, я учу китайский, английский. Китайский? Да. Илья, а кто сегодня с тобой приехал? Я приехал с мамой Ольгой, с Валюшей, это моя бабушка, и с тренером Ларой Алексеевной. Здравствуйте. Как он все успевает, вы мне скажите? Он всем занимается, он еще в фильме снимается. Да? Да. Он акробатикой занимается, хоккеем занимался, просто не успеваем все. Футболом еще занимался. Футболом. Я говорю, Илья, давай что-нибудь одно оставим. Он говорит, что у нас совсем денежки не осталось? Я говорю, нет, пока есть. Ну, пока я буду заниматься всем. Какой правильный, прагматичный подход. А в каком это фильме ты снимаешься? Бандитский сериал. А ты шефа мафии играешь? Нет. Я сын бандита. Что ж ты сразу-то мне не сказала? О таких вещах надо сразу рассказывать. Ты, конечно, принц на белом коне, но у нас белого коня нет, зато есть другие лошади, о которых ты можешь нам рассказать. Расскажешь? Да, расскажу. Ну, тогда идем на сцену. Так, вот мы в нашей конюшне лучше всех. Здесь собрались лошади разных пород. Илья, расскажи, это кто? Ахалтикинская выединенная в турклининг. Давайте проверим. Ахалтикинская, правильно, молодец. А вот это кто? Это австралийская пастушья. Да, правильно. А про это что сказать? Это ирландский тинкер. Ирландский? Да, ирландский. А, знаменитая страна Ирландия. Ну, да. Так, давай проверим. Тинкер. Правильно. Так. А это кто? Орловский рысак. О, орловский рысак, сразу видно. Совершенно верно. А это, кто это на ослика похожий? Монгольская. По-другому я ее, да, тоже называю монгольский ослик. Потому что маленькая похожа на ослика. Да, правильно. Молодец. А вот это? А, это. А, это. Монголарка маршадора. Выединка злит. За многих обзвян. Ты сейчас перешел на один из тех языков, которые ты учишь. И можно еще раз? Еще раз. Что это? Монголарка маршадор. Выедин, Бразилия. Я так сам тоже могу назвать кого угодно. Просто на ходу выдумать слово. Монголарка маршадора. Нет. Если не верите, можете посмотреть вам. Давай проверим. Я вообще не знал, что такое слово есть. Монголарка маршадора. Правильно. А, это кто? Английский шайер. Он может больше двух метров. Одна из самых высоких лошадей в мире. Давайте посмотрим шайер. Шайер. Правильно. Так. А, это? Это сарай из Португалии. Одна из самых редких лошадей в мире. Редкая, потому что масти. Такой серой масти. Правильно. Так. А это? Это марвари, вывезенная в Индии. Впервые на сцене. Я еще ее ушки называю ушки-шапочка. А они у нее срослись, что ли? Нет. Просто так. Марвари. Действительно. Молодец. Илья, ты знаешь много пород лошадей. Ну, да. Вот. Я буквально парочку знаю. Но это не помешает мне сразиться с тобой в самом ковбойском виде спорта. Родео. Ты принимаешь мой вызов? Да. Тогда мы с Ильей идем переодеваться, потому что нас ждет Родео. Итак, мы поехали. Илья Сенцов на настоящем Родео. АПЛОДИСМЕНТЫ Держись. Пять с половиной лет. Круто. Слушай. О. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего себе. Вау. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего себе. Ты еще и пришпориваешь. Молодец. Ну, Илья, ты справился. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, круто. Дай мне пару советов, как правильно держаться. Крепко держаться. Я понял твой совет. Крепко. Если что, Илья, передай моим родственникам, что я их любил. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Слушай. Как-то ты лихо забирался на это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не поминайте лихо. АПЛОДИСМЕНТЫ А это, оказывается, так неудобно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, дорогие друзья, что я вам могу сказать? Такого лихого ковбоя у нас в студии лучше всех еще никогда не было. АПЛОДИСМЕНТЫ Медаль в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наездник, жигит Илья Сенцов. Лучше всех! Спасибо, Илья. Всем спасибо. На сегодня мы закончили. Увидимся в главном детском саду страны совсем скоро. А пока заходите на сайт 1tv.ru и голосуйте за ваших любимчиков. До встречи на первом. И не спешите взрослеть.